Прямо сейчас у нас на связи доктор философии по экономике Мингребли. Мы обсудим, какие возможности открывает Сумгаицкий химико-промышленный парк для экономики страны в целом. Добрый вечер, Эмин Мялен. Добрый вечер, добрый вечер. Эмин Мялен, какова роль Сумгаицкого химико-промышленного парка в развитии ненефтяного сектора страны? Нужно подчеркнуть, что вообще такого типа кластеры, идет процесс кластеризации во всем мире, для повышения какой-то способности экономики и производства необходимо создавать соответствующие кластеры. И для открытия кластера, естественно, осмотреть мировую практику, в принципе, нужно длительное время. А вот наш Сумгаицкий промышленный парк, мы видим буквально за кратчайшее время, там уже достаточно, за короткое время, слишком много уже резидентов появились. Мы видим, что за кратчайшее время там производят новые оборудования. И нужно сказать, что целью открытия этого промышленного парка было создание, в первую очередь, развитие ненефтяного сектора, с другой стороны, создать новые предприятия, новое технологическое производство. И поставленные задачи были решены. Мы видим, что сегодня открываются, там уже производят новые технологии, дизельные генераторы, гидротехнические оборудования. И география экспорта, если посмотреть, это не только азиатские страны, региональные страны, но и развитые европейские страны, такие как Финляндия и другие развитые страны. Видимо, мы туда, в этом промышленном парке производят, как и стальные, и, скажем, трубы, так и полимерные трубы, а также новые оборудования. Да, Аминаль, можете продолжить? Да, и, естественно, ты как отметил, и география ее расширяется. Сегодня производим все больше и больше продукции. И господин президент сегодня был в открытии многих предприятий. Мы видим, что и оборот ее, мы видим, что в этом году в экспорте нефтяная продукция увеличилась на 25%. Ее значительную роль в этом играет именно, так скажем, кластер, свободные экономические зоны. И это, естественно, опять же, они повышают какую-то способность нашей технологии. Там мы знаем, что государство приняло очень немало мер. Они применяют туда преференции, налоговые также и таможенные преференции. А это повышает какую-то способность, с одной стороны. С другой стороны, это улучшает инвестиционную привлекательность. С другой стороны, мы знаем, что с увеличением инвестиционной привлекательности, естественно, растет и нефтяной всех. Опять же, нужно отметить, что кроме всего, значит, есть продукт, производящийся сырье, которое находится, скажем, в этом самгаите, это нефтеперерабатывающие заводы, полимерная продукция. А кроме всего прочего, там уже производятся и новые технологии. Опять же, я повторюсь, и учитывая сегодняшние наши реалии, когда наше государство создало новые реалии, наша роль в мировой экономике увеличивается. Мы знаем, что через нашу территорию уже проходят транспорт и коридор. И вот эти все эти реалии позволяют нам привлекать больше инвестиций. Я думаю, что в ближайший период, в ближайший период, не только на основе Сумгаиты и Баку создаться большой кластер, который будет специализироваться высокотехнологическими продуктами, который будет экспортировать продукцию, как, опять же, в Европе, азиатские страны. Ну, а если говорить в целом о развитии регионов страны, то какие сферы сегодня в центре внимания? Ну, нужно пояснить, что если говорим о регионах, то, естественно, здесь не нефтяной сектор. Но, с другой стороны, если мы говорим не нефтяной сектор, сюда и входит зеленая энергетика. Мы знаем, что уже в Джабраиле и в некоторых других районах открываются новые электростанции, которые будут работать на солнечных батареях и на ветре. И ее уже мощность может в ближайшее время повыситься до 3 мегавантов. Кроме всего прочего, естественно, это, если мы говорим о регионах, это сельское хозяйство. Начиная с вопрос обеспечения продовольственной безопасности стоит у острова в мировой экономике. Мы знаем, что после освобождения территории там есть очень много территорий, которые готовы для сельского хозяйства. И, например, президент отметил, что где-то более 100 гектаров выделено для сельского хозяйства. И, в целом, это сельское хозяйство. Но и, опять же, подчеркну, мы знаем, что в Гянджиевне, в Чалевшам, в других зонах созданы свободные экономические зоны, где предоставлены преференции, как на примере Сумгаида. Естественно, Сумгаида ближе интегрирована больше в экономику столицы. Мы знаем, что здесь нефтеперерабатывающие заводы. И думаю, что со временем, с развитием этих свободных экономических зон, азербайджанская территория, в зависимости от тех сравнительных преимуществ, которые имеются в регионах, будет развиваться соответствующий производство, производство, начиная со сельского хозяйства, заканчивая туризмом и промышленным предприятием. И думаю, что все-таки вот этот Сумгаид начал, если начал вначале Сумгаидский промышленный центр, начало именно производство, в которых сырье находилось в Бакуе и в Сумгаиде, мы видим, что уже с ростом числа резидентов и вообще динамику с развитием, мы уже видим, что совсем те нетрадиционные виды технологии, скажем, для Сумгаи, это уже начали производить. И думаю, что вот эта традиция, эта тенденция будет распространяться и на все регионы, учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, когда мы видим, что в принципе Азербайджан является тем островком благополучия, где опять же мир и благополучие именно в нашем регионе, когда спрос на наши, скажем, и на нашу продукцию, и на наши, скажем, те транспортные коридоры, которые проходят через нашу территорию, растут. Я думаю, это все увеличивает, улучшает нашу инвестиционную привлекательность. С другой стороны, если посмотреть рейтинги компаний, то они будут оставлять нам больше, значит, рейтинг наш растет, скажем, да, и с ростом рейтингов, естественно, тоже эти процессы подвигаются, и дает толчок развитию Азербайджана. Опять же, а с другой стороны, если мы говорим о развитии, то без интеграции в мировую экономику нельзя. И вот сегодня одна из главных проблем в том, что если мы что-то производим, нужно находить рынки сбыта. А вот на примере Сумгаита, то мы видим, что здесь в принципе эта проблема решена. Мы видим, что здесь заключаются контракты с такими странами, как Финляндия, Швеция, Германия. Значит, они имели интерес к Сумгаитскому промышленному комплексу, и они начали совместно производить товары. И есть, естественно, и рынок сбыта. То все поставленные задачи, в принципе, решаются. Опять же, те преференции, которые нужны были со стороны государства, они уже доставлены, а это увеличило инвестиционную привлекательность и дает результат. Спасибо большое, что подключились к нашему эфиру. Вам спасибо за приглашение. О роли Сумгаитского химико-промышленного парка в развитии нефтяного сектора страны мы поговорили с доктором философии по экономике Эмином Гарибли. Продолжение следует...